Итак, в Москве 18 часов. Время собирает самые важные факты этого дня. Ну и начинаем с новостей из Сочи, где проходит российский инвестиционный форум. Одной из основных тем стала модернизация российской экономики. Об этом сегодня говорил в своем выступлении премьер Дмитрий Медведев, которого затем уже подробнее расспросили наши коллеги. И об этом уже расскажет еще одна наша коллега Мария Кудрябцева. Да, она вышла на прямую связь со студией. Мария, приветствуем. Как оценил Дмитрий Медведев перспективы российской экономики и какие первоочередные задачи выделил? Да, здравствуйте. Сегодня на стенде нашего телеканала в Сочи моя коллега Мария Бондарева взяла интервью в прямом эфире у премьер-министра Дмитрия Медведева. Говорили о самых разных темах. Это в том числе инвестиции в инфраструктуру и так называемый кремлевский доклад Минфина США против российских чиновников и предпринимателей. И вот, что об этом рассказал Дмитрий Медведев. Давайте послушаем фрагмент интервью. Это в значительной степени внутриамериканская проблема. Это проблема борьбы американского истеблишмента с президентом Трампом. Это проблема сведения счетов между демократами и республиканцами. Это проблема противоречий в республиканской части американской элиты. И вокруг этого крутится вот эта российская тема, при помощи которой значительная часть американского истеблишмента решает свои внутренние задачи. Действительно, для бизнеса попадание в различного рода списки это всегда настораживающий момент. И именно на это рассчитывают те, кто пытается давить на нашу страну. Причем это касается не только, и на мой взгляд, даже не столько российского бизнеса, сколько бизнеса, например, европейского. Когда списки формируются, говорят, вот смотрите, вот такая-то компания попала в список, но вы аккуратнее с ней, потому что мы ее где-то вот там указали. Почему они это делают? По сугубо прагматическим причинам. Потому что они хотят продвинуть свои компании на европейский рынок, а скажем прямо, между Европой и Соединенными Штатами Америки сейчас не лучший период отношений, и вытеснить наши компании. Надо ответить, что сейчас доля малого и среднего бизнеса в экономике России это 21%, но в целом сейчас можно повысить эту цифру. В том числе сейчас идет стабилизация макроэкономики. Об этом сегодня на пленарном заседании говорил Дмитрий Медведев. Он отметил, что сейчас инфляция находится на рекордно низком уровне. Это 2,2%. Раньше была ставка 2,5%, еще в декабре. И в целом здесь нужно отметить, что это предсказуемые и понятные условия и правила игры для бизнеса. И это сейчас необходимо компаниям. Вот что об этом рассказал Дмитрий Медведев. Первое, может быть, важнейшее, это предсказуемость условий ведения бизнеса. Их обеспечивает стабильность налоговой системы, которая должна помогать бизнесу развиваться, а не радовать, ну, в кавычках, конечно, сюрпризами. Низкая инфляция, которая не должна выходить за определенные рамки, вот мы говорили о 4%, сейчас она еще ниже, прозрачная и предсказуемая тарифная политика. Все это расширит и доступность кредитных ресурсов и горизонт планирования по бюджетным бизнес-проектам. Второе. Инвестору важен спрос на продукцию и понимание конкурентного ландшафта. Государство не должно ставить бизнес в условия несправедливой, избыточной конкуренции, что у нас подчас существует. То есть не должно поддерживать создание в соседних регионах аналогичных производств, если это не обусловлено реальным спросом. Третье, что интересует инвестора, это наличие инфраструктуры. Ее слабое развитие, ограниченность – одна из главных причин низкой инвестиционной активности. Традиционно форум в Сочи – это площадка, где говорят о макроэкономических прогнозах. Так, сегодня Алексей Кудрин говорил о том, что в ближайшие 3-4 года цена на нефть может оказаться у отметки в 60-70 долларов за баррель. А министр экономического развития Максим Орешкин отметил, что по итогам 2018 года инфляция может оказаться ниже отметки в 4%. И я предлагаю послушать, что говорил сегодня о макроэкономической стабильности на пленарном заседании премьер-министра Дмитрий Медведев. Мы обеспечили макроэкономическую стабильность, о необходимости которой так долго говорили разные люди. Даже под санкциями наша экономика стала менее зависимой от внешних шоков и от цен на сырье. Мы довели инфляцию до рекордно низкого уровня – 2,5% в прошлом году. По итогам января она снизилась до 2,2%, если считать к январю 2017 года. Но я напомню, потому что всё очень быстро забывается, что всего два года назад, в 2015 году, она была в пять раз больше. Она была 13%. У нас устойчивая финансовая система и курс национальной валюты. У нас сбалансированный бюджет. И в этом году он, кстати, вполне может стать профицитным. И мы начинаем накопление средств в нашем суверенном фонде. Кулуара в форуме – одна из тем. Это так называемый Кривлевский доклад Минфина США. И по словам министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, сейчас иностранцы, несмотря на эти списки, продолжают вкладывать в российскую экономику, в российскую промышленность. И вот, что он рассказал о развитии российской промышленности. Давайте послушаем. Если говорить о том, какие направления в части фонда развития промышленности будут новыми, то в этом году, например, мы запускаем новую программу поддержки проектов интернет-вещей. Интернет-вещей. При этом стоимость займа будет доходить до 1% годовых. Традиционно форум в Сочи – это площадка, где совершаются подписания, пакет подписаний. Если вспомнить прошлый год, то это 377 соглашений на общую сумму в 490 миллиардов рублей. В том числе совершают подписание ряд регионов. Сегодня это Тульская область. И здесь стоит отметить соглашение с компанией «Полипласт Новомосковск». Презентация прошла на стенде Тульской области. И это соглашение предусматривает создание производственного комплекса, который будет выпускать полимеры для отрасли строительных материалов. Но это не единственное направление. Есть еще и инфраструктура. И вот, что об этом рассказал губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Давайте послушаем. В моногорде Алексейн был построен мост через реку Аку, который не просто улучшил транспортную составляющую, но кроме этого сам район стал инвестиционно привлекательным. Там образовались новые предприятия, появились новые рабочие места. И второй пример – город Новомосковск, который соединили с трассой М4 Москва-Сочи. Это были основные заявления здесь, на площадке форума в Сочи. Мы следим за последними подписаниями. Обязательно расскажем о них в следующем прямом включении. Коллеги, вам слово. Да, Мария, благодарю. На прямой связи из Сочи, где проходит российский инвестиционный форум, была наша коллега.